Ну, не знаю, какие-то издержки, например, в учете, то, в принципе, кто вам мешает провести такую инвентаризацию? Только аккуратно это поступить, понимать о том, что, конечно, с налогообложением, расходную часть вы вряд ли это возьмете, там должны быть обоснованные доходы, включите. То есть, насколько это будет для вас ущербно? Конечно. То есть, вы в любом случае должны проводить инвентаризацию, опять бухгалтерского учета, да? Обязательно, ну, как минимум, хотя бы в конце года, да? Вы должны провести, посмотреть, какие у вас там остатки ползут не в ту сторону, да, почему они возникают, вы должны вынести по ним решение. И в результате, пожалуйста, если вы видите, что там у кого-то 2, 3, 10, 100 рублей поползли, вы с контрагентом не работаете, вас эта ситуация уже не волнует, да сделайте себя, почистите все, приведите в надлежащий состояние. В этом и есть смысл бухгалтерского учета, вы правы это делать, по сути дела. Так, далее, далее, еще одно письмо, и тоже именно по процентам, которые начисляются именно по кредитным заемным средствам. И вот это как раз письмо конкретно уточняет, что вот этот порядок расчета процентов для цели налогообложения, тот, который сейчас установлен в 269-й статье налогового кодекса, он применяется как договором, который заключался до 1 января 2015 года, так и после 2015 года. Вот эта ситуация, как бы, тоже, я думаю, будет полезна в понимании. Это письмо Минфина уже от 14 мая 2015 года. Минфин 14 мая 2015 год, номер письма 03-03-06-1-27-735. 0-3-03-06-2-27-735. 0-3-03-06-2-27-735. И 14 мая 2015 года. Можно посмотреть? Минфин 14 мая 2015 года. Я проговорила быстро, да? 0-6, дальше, дробь 2, еще раз, дробь. 27-735. Дробь 2 или 5. 1, сначала теперь 2, дробь 2. Так, может быть, я просто второй. Ну, проверьте, пожалуйста. 030306, это все через тире, да? Дальше дробь 2, снова дробь, а дальше 27730. Так, далее. Вот еще очень хорошее письмо, тоже хорошая информация, я напомню. Опять же, это ситуация, опять мы возвращаемся к иностранцам, потому что с иностранцами у нас в основном сложности в учете возникают вот эти все. И здесь, напомню, вот Минфином и КНС выпущено достаточно неплохое письмо, которое говорит о расчете процентов по контролируемой задолженности в рамках выплачиваемых процентов. Если организация заключает, ну, если организация выплачивает такие проценты или в пользу иностранного лица, например, иностранное лицо, предоставила ей этот займ, при этом это иностранное лицо является по отношению к ней взаимозависимым и участвует в уставном капитале в доле более чем 20%. Или, например, такая организация получила такой займ от российской организации, но эта российская организация, по сути дела, является апеллированным лицом по отношению к этой иностранной организации. Например, схема бывает такая, вас учредила иностранная компания, учредила российскую организацию, а займы получили от российской организации. Но эта иностранная компания, она является и к вам аффилированной, и является к иностранцу аффилированной. Опять, если доля участия более 20% у вас, то даже получив вот этот займ от российской организации, этот займ тоже попадает у нас под контролируемую задолженность. И, наконец, еще одна ситуация. Если вы, может быть, получили займ от российской организации, но эта иностранная компания, которая является аффилированной по отношению к вам, имеет долю прямого или косвенного участия, является гарантом по выплате этого займа. Вот эти вот ситуации, они у нас есть в 269 статье в пункте 2. И здесь говорится о том, что такая организация должна, вы помните, да, вот эту сумму процентов, которую она начисляет и учитывает для цели налогообложения, она должна сравнивать с тем расчетом, который здесь установлен. То есть эта задолженность является в этом случае контролируемой задолженностью, определяется как цен капитализации. Вот я напомню, вы можете к этому письму обратиться, какие здесь последствия. То есть ситуация не новая, старая ситуация, но тем не менее. Кстати, единственное, что я здесь уточню, конечно, это то, что она у нас отрегулирована еще 32-м федеральным законом с учетом переходного периода, поэтому, может быть, она будет интересна. Кстати, письмо на завод, который забудут. Очень подробно в этом письме изложены вот эти особенности, поэтому можете воспользоваться. Письмо Минфина России от 14 мая 2015 года. 14 мая 2015 года. Номер письма 0308. Далее 05. Дробь 27557. 0308. Дробь 27557. От 14 мая 2015 года. И здесь смысл следующий. Если организация имеет такой долг, кстати, сейчас даже поправки предполагают внести по этой статье в налоговый кодекс и просто внести то уточнение, которое, в принципе, является актуальным, то такая организация должна понимать, если она под какую-то из этих категорий попадает, вот в рамках такой взаимозависимости, то такая организация, рассчитывая проценты по кредитным заемным средствам, должна их, по сути дела, сверять. Вот мы в общем, говорим, порядки все учитываются, а вот для таких особенностей нужно обязательно их контролировать. И, например, вот наступила сейчас 31 марта 2015 года. И у организации действительно есть вот этот заем, который был выдан вот таким лицом, да, вот в одном из этих случаев. Это первое условие, и второе здесь есть условие, которое обязательно должно выполняться. Дело в том, что вот величина собственного капитала, которая рассчитывается по данным баланса, поэтому нужно будет сделать баланс, наконец, первого квартала для себя, по данным балансам должна более чем в три раза превышать величину, ой, прошу прощения, не собственного капитала, величина займа, которую мы должны данному иностранцу, она должна быть более чем в три раза превышать величину собственного капитала организации. То есть два условия. Первое – это взаимозависимость с иностранным лицом, прямое или косвенное, или гарантом он выступает. И второе – величина вот этой суммы займа должна более чем в три раза превышать величину собственного капитала организации на 31 марта 2015 года. Собственный капитал рассчитывается по данным бухгалтерского учета. И поэтому, когда считается собственный капитал, вы посмотрите еще раз в статье, значит, из величины активов вычитаются обязательства, а вот суммы задолженности по налогам, которые у нас там стоят, они как бы добавляются к величине собственного капитала, не вычитаются. За счет этого собственный капитал может увеличиваться. Но более чем в три раза величина займа превышает более чем в три раза величину собственного капитала. Это второе условие. Если эти два условия на 31 марта выполняются, потому что они могут на 31 марта выполняться, потом не выполняться, нам надо на эту дату смотреть, то организация рассчитывает коэффициент капитализации. При расчете коэффициента капитализации у нее идет такая формула. В числителе у нее возникает сумма вот этого займа, невозвращенного займа. И вот 32 федеральный закон, который вносил поправки вот уже в марте, в 25 главу, он сказал, что если вы определяете вот этот займ, по сути дела, а сумма у вас может быть в иностранной валюте, то пересчитывается этот займ по курсу иностранной валюты, которая возникала до 1 июля. То есть вот этот кризис, когда начался, то есть 32 федеральный закон, он как бы занизил эту величину, то есть мы берем курс практически на 30 июня и пересчитываем этот займ по курсу на 30 июня. Потому что предполагается, что вот за счет вот этих колебаний она может значительно увеличиться. Собственно говоря, точно так же она и здесь проверяется. Дальше, это в числителе. А в показателе, ой, это в числителе, а в знаменателе у нас отражается величина собственного капитала. Дальше умножается она на долю участия вот этого иностранца в нашем капитале, например, там 0,21, ну и дальше коэффициент 3 применяется. Итак, мы таким образом рассчитываем коэффициент капитализации. Он нам нужен для чего? Для того, чтобы мы определили нормированную величину процентов, которые мы можем учесть для цели налогообложения. Определяется нормированная величина следующим образом. Следующим образом, кстати, ну да, сейчас еще момент. То есть мы берем фактически начисленные проценты по этому займу, делим их на коэффициент капитализации и получаем нормированную величину. То есть, по сути дела, получается, да, эти два показателя у нас, вернее, два показателя у нас отличаются. Это то, что мы должны перечислить иностранцу, а это то, что мы должны включить в расходы по налогу на прибыль. Ну а дальше ситуация следующая. Если нам этот займ выдал иностранец, то есть мы ему должны эти проценты начислять, тогда мы должны еще рассчитать. Мы должны от фактических процентов отнять нормированный процент, и у нас получаются дивиденды. И когда мы начинаем иностранцу перечислять, то вот эта сумма фактических процентов, она делится. Часть, которая является фактическим процентом, она является процентами. Вот то, что мы говорили о соглашении, может быть, и не нужно выплачивать эти проценты с этого, вернее, не нужно выплачивать налог с доходов с этого процента. Может быть, есть соглашение об избежании двойного налогообложения. Но если ничего нет, то в этом случае удержание идет налога с доходов по ставке 20%. А вот эта часть, которая называется дивидендом, здесь удержание идет по ставке 15%. То есть подход к этим двум показателям, он разный абсолютно. И нужно обязательно в соглашении смотреть, как они применяются. Это только для того, чтобы, например, ну опять же, я говорю, с одной стороны нормируем, с другой стороны понимаем, какой налог с доходов удерживаем. Ну а если такой займ нам предоставила российская организация, но мы, тем не менее, это пронормировали, то вы в этом случае должны просто понимать, вот эта величина будет включена в налог на прибыль. То есть, по сути дела, мы ее нормируем. А разница не будет учтена для цели налогообложения. Но, конечно, по отношению к российской организации мы никакие дологи с доходов не удерживаем, и никаких дивидендов мы не начисляем в этом отношении. Поэтому разный подход, но принцип один тоже. Вот в этом письме, собственно говоря, вот эта вот ситуация и сказана. Просто имейте в виду. То есть в обычной ситуации мы просто учитываем проценты, но если бы пошла вот эта взаимозависимость с такой косвенной долей участия иностранной организации, то, конечно, коэффициент капитализации рассчитывается, нормирование, безусловно, идет уже по дорогим показателям. А по банкам все просто, да? Если вы просто от банка взяли, да. Ну, если банк, да, никакого отношения к валюту нет. А если просто у какой-то организации? Если вот, опять же, если просто от какой-то организации без иностранного капитала, то в обычном порядке, пожалуйста, любые проценты. Но, опять же, обратите внимание, пожалуйста, потому что вот сейчас, если мы, вот я опять повторяю то, что мы говорили, 269-ю статью откроете, там есть еще одна особенность. Там говорится о том, что если вы получаете кредитные заемные средства от организаций, которые являются по отношению к вам взаимозависимыми, и вот эта задолженность, которая между вами возникает, она идет в разряд контролируемой задолженности. У нас сейчас, если такие отношения строятся с российскими организациями, то под контролируемую задолженность у нас попадает задолженность, ну, будем так говорить, как бы, обязательство, величина которого превышает 1 миллиард. То есть миллиарды в этом году начинаем. Поэтому здесь, конечно, все зависит от вашего займа. Есть 90 тысяч, допустим. Вот, это ничего, то есть любые проценты. Поэтому вот этот момент, да. Если без процентов. Дальше, и если, сейчас про поводу без процентов. И еще такой момент. Если все-таки, напомню, вы получаете действительно займ от своего взаимозависимого лица, и отношения приводят вот к этой контролируемости, то есть в 269-й статье вот этот пункт 1.2, где прописаны вот эти интервалы процентных ставок, да, и вы помните, что тогда в этом случае, если это взаимозависимым лицом, вы учитываете или фактический процент, который вы уплачиваете по данному займу, или этот процент, как там сказано, то есть если этот процент не превышает вот эту предельную величину, которая рассчитывается, исходя из интервала процентных ставок. То есть для рублевых, все зависит от того, опять же, какие иностранные рубли вы получаете. Для рублевых таких заимствований у нас на 2015 год установлена максимальная предельная величина 180%. То есть мы ключевую ставку, которая устанавливается сейчас Центробанком, умножаем на 180%. И нужно понимать, что вот больше, чем вот эта предельная величина для цели налогообложения по тем заемным кредитным средствам, которые отношения имеют к контролируемой задолженности, мы признавать для цели налога на прибыль не можем. Вот как бы такой здесь подход. Все равно ограничение, опять же, для взаимозависимых лиц идет. Пока на этот год 180%. Ну, беспроцентные, беспроцентные, значит, ничего не нормируйте, не учитывайте. Нет расходов, нет проблем. Курсовые разницы по процентам, которые начисляются в контролируемой проценте. То есть получается, если собственный капитал отрицательный, соответственно, проценты мы не... Да, да. Курсовые разницы... Нет, почему? Курсовые разницы как таковые. Есть курсовые разницы, они являются разницами, связанными с пересчетом данного обязательства. Поэтому курсовая разница, если курсовая, она не относится... А, вы имеете в виду курсовая разница по отношению к процентам? Ну, будем так говорить, поскольку сама курсовая разница к чему приводит? Она... Так, очень интересный вопрос. Курсовая разница к процентам. Я сейчас, да. Я читала две противоположные точки зрения по этому поводу. Ну, да, я как бы... В общем, они же... Ну, если буквально говорить, вот тогда давайте возьмем налоговый кодекс. Налоговый кодекс говорит о курсовых разницах, вот так буквально, да, курсовая разница может возникать на любом обязательстве. И поэтому для цели налога на прибыль, если такое обязательство возникает, то курсовая разница учитывается в налоге на прибыль. Я могу, знаете, какой аналогию в этом отношении провести? Да, то, что эти мнения могут быть разные, я не исключаю. Но вот есть такие ключевые позиции, которые были заявлены президиумом вас, например, такого характера. Дивиденды в иностранной валюте. Не расход, но они переоцениваются. Курсовые разницы признаются, президиум вас, говорят, признаются. То есть, по сути дела, курсовая разница, она независима ни от чего, она является вот тем доходом или расходом, который возникает на изменении вот этой разницы в обязательстве. И поэтому учитывать для цели налогообложения, вы учитываете не сам процент, вы учитываете курсовую разницу. Поэтому я считаю, что признаю курсовую разницу независимо от чего. То есть в любом случае. Не надо ее увязывать ни с такими другими обязательствами. Хотя не исключаю, конечно, мнение могут быть в этом отношении. Но я вам сказала, вот, пожалуйста, по дивидендам была арбитражная практика, была, отстояли эту ситуацию. Почему? Потому что, когда мы читаем налоговый кодекс, мы читаем, можем открыть с вами статью курсовой разницы по обязательствам, выраженным в иностранной валюте. Все. Там же не говорится о том, что если это обязательство не признается, а, кстати, обязательство, оно остается как таковое, да, если этот расход не признается, то не признаем курсовую разницу. Разве это есть в налоговом кодексе? Если открывать 270-ю статью налогового кодекса, там тоже нет этих ограничений. Поэтому я не исключаю того, что налоговики вот так вот это все выворачивают, да? Согласна, согласна. Но это примерно такая же ситуация была, как вот в свое время, например, вы предоставили займ беспроцентный и начисляете проценты. А потом, например, предоставили какой-то организации, эта организация попользовалась этим займом, а потом пропала, и у вас возникла дебиторская задолженность, по которой стек срок исковой давности. Вы начинаете списывать эту задолженность. А налоговая инспекция к вам приходит и говорит, на основании чего вы ее списали? Вы же не извлекали из нее доход, да? И вообще, что это такое, заемные средства какие-то? Одно дело, если бы это обязательство было связано там с реализацией или с чем-то, да? И начинают доказывать вам, что нельзя признавать. Но если мы открываем с вами налоговый кодекс, там что говорится? Там дебиторская задолженность, которая возникла по любым основаниям, списывается. И, конечно, когда организация идет в суд, и когда есть возможность нейтральному суду эту ситуацию рассмотреть, он-то не находит вот этих связей, да, и этой логики, которую вдруг придумали налоговики. Поэтому выносит решение. Поэтому вот буквально как бы на основе прочтения налогового кодекса, как я считаю, без придумочек, который может придумать налоговая инспекция, я считаю, курсовые разницы учитываются независимо от чего. А примеры я говорю, вот на дивиденды курсовые разницы. Налоговый тоже не согласил. Дивиденд вообще не расход, да? А суд сказал, курсовая разница в любом случае признается, независимо от того, что переоценивается. Поэтому я думаю, что да, здесь мы имеем процент процентом, а разница разницы. Скажите, пожалуйста, а вот если у нас курсовая разница, договор займа от 10-го года, и по сути, по тексту договора, проценты выплачиваются в момент возврата займа, истекает срок в конце этого года, 15-го. Сейчас уже законы приняли, что можно начислять проценты, мы не начисляли. Вы думали, что с моментом возврата, мы начислили. Это у вас переданный займ? Нет, мы получили, организация займ. Ну, а почему вы говорите, сейчас приняли, во-первых, как бы, да, и в предыдущих годах? В 14-м году. Ну, да, в предыдущих годах, на самом деле, эта ситуация, как бы, была, как таковая, прописана, потом были споры, да, применили, да. Мы не начисляли, а затраты эти проценты. Ну, в 14-м году это очень четко было сформулировано, да, да. А есть какой-то вот срок, вот сейчас можно в 15-м начислить за 10-е, 11-е, 12-е, как бы, не рисковать? Ну, давайте сказать, из-за того, что это, в принципе, расход ваш, да? Да. А в предыдущих периодах вы переплатили налог на прибыль, исходя из того, что расход не учли. Если мы в этом отношении с вами говорим, например, у нас есть такая 54-я статья налогового кодекса, которая говорит, что если мы при расчете налога на прибыль, допустили ошибку, то мы имеем право эту ошибку исправить, каким образом, если она приводит до начисления налога на прибыль, путем подачи уточненки. Если она не приводит, то в текущем периоде. То есть можно констатировать то, что, например, сегодня, не начислив проценты, вы для себя понимаете, что это была ошибка вашей, вами допущенная, да, и на основании этого вы начисляете, вы признаете эту ошибку. Но учитывая то, что у нас в любом случае такая ошибка исправляется в течение трех лет, да, относительно, поэтому я думаю, что сейчас, если у вас этот займ длительного характера, то, по крайней мере, в 2015 году вы сможете начислить за 2014, 2013 и 2012, например, все. То есть за три предыдущие года, за более ранее период, то есть получается, да, это уже будет неправильно, потому что... А ты же в консультанте читаешь, что в тот момент вы начисляли, это было очень рискованно. Я понимаю вас, я понимаю, но как бы ни было рискованно, все равно тогда тоже. Это не то, что рискованно было, это был просто спор, который был затеян налоговиками. Я помню тогда и вас не туда пошел, и тоже позицию. Но вообще-то так всегда, с первого буквально прочтения налогового кодекса было написано, что проценты начисляются там по результатам каждого отчета в налоговый период, по мере начисления. Поэтому... Более трех лет опасно, да? Вот. Ну, мне сложно сказать, какой здесь будет спор, и будет ли эта ситуация обнаружена или нет, но вот мне кажется, в принципе, она вот таким образом должна быть. А как мы многовекам доказать, что мы не начисляли эти проценты, декларацию не посмотрят? Конечно, конечно. Ну, во-первых, свой регистр учета, они имеют право любые эти три года посмотреть, да, договор займа. То есть, то, что вы сейчас начисляете, а тогда не начисляли, это не значит, что в этом отношении они должны как-то усомниться. В любом случае, при проверке это будет видно, что не было там этих расходов. Поэтому сделайте тогда справку бухгалтеру, начислите эти проценты, включите туда и все. Скажите, пожалуйста, какие налоговые риски при выдаче кредита без процентов? При выдаче кредита без процентов? Ну, я бы так сказала, вот пока на сегодняшний момент такие риски в свое время, ну, как бы так получается. Налоговые органы считают так. И, как бы правильнее сказать, единственное, по каким вопросам они выразили такое мнение, это все-таки в отношении физических лиц, которые, например, предоставляют займы, допустим, те же физические лица, учредители организации и так далее. По отношению к организациям пока этих ситуаций, вот четко выраженных нет, но они, в принципе, сейчас уже усматриваются в налоговом кодексе. То есть, что имеется в виду? Имеется в виду, что если организация осуществляет свою деятельность в обычном порядке, и у нее есть, как одна из особенностей деятельности, например, предоставление кому-либо заемных средств, пусть не постоянно, не регулярно. И если такая организация, например, в обычных условиях предоставляет такие займы кому-то из своих дочерних фирм и так далее на процентной основе, а кому-то на беспроцентной основе, то, в принципе, тогда она, получается, нарушается вот этот экономический баланс. И в этой ситуации налоговые органы могут сказать, что это элемент рыночных отношений, должны быть проценты по всем. Вот это как бы их логика. Но такое письмо они написали только для НДФЛ. Для сравнения. Для НДФЛ. Далее. Поэтому на сегодняшний момент вот такого ярко выраженного риска, в принципе, здесь нет, конечно. С другой стороны, вот сейчас 269-ю статью. Все-таки этот риск заложили. И там есть такая фраза, которая говорит, что если организация предоставляет, опять же, по отношению к контролируемым организациям, то есть имеется в рамках контролируемых задолженностей, когда идут взаимоотношения с взаимозависимыми лицами. Если такая организация предоставляет заемные средства, то, как там сказано, доходом она должна признать сумму, которая составляет величину не менее, чем вот этот интервал, минимальный размер интервала процентных ставок относительно вот этой ключевой ставки, установленной Центробанком. То есть там имеется в виду, что вот этот диапазон на 2018-2016 год установлен от 0 до 180. Вот это минимальное значение. А там говорится, что доходом должен быть признан тот доход, который составляет величину, превышающую вот этот минимальный размер, умноженный на ключевую ставку. Но если считать там 14 на 0, это получается у нас 0. Но там сказано более, чем это величина по отношению к контролируемым задолженностям. То есть, по сути дела, уже с 2016-2015 года законодатель заложил норму, при которой он сказал, если вы в рамках контролируемой задолженности вы даете, например, к резерву или займу своему взаимозависимому лицу, то тогда вы должны признать доход более, чем 0. Более, чем 0. То есть даже процент. Хоть что-то, да, хоть какой-то маленький там процент. Но это пока относится исключительно к тем отношениям, которые идут в рамках взаимозависимости и контролируемости. То есть, если это ситуация, то будьте добры это соблюдать. Если это пока неконтролируемые отношения, да, вот кому-то как-то, да, и у нас же там все равно два вот этих вот условия. Это и должно быть взаимозависимое лицо, да, и плюс еще вот этот вот миллиард. Если это пока маленькая величина, то пока эта ситуация не рисковая. А вот со следующего года, я почему и говорю, что здесь все изменяется, а со следующего года вот этот диапазон, он другой, там уже диапазон идет, вот этот интервал процентных ставок от 75%, минимальное, до 125. Видите, расходная часть снижается, а доходно увеличивается. То есть, со следующего года это будет уже 75% от учетной ставки. Вот, как бы, подход идет. Они все равно к этому подталкивают. Сейчас по каждой взаимозависимости будет. Это непонятно, значит, более, значит, можно одну десятитысячную вернуть. Да, но если одну десятитысячную с миллиарда, то это уже что-то. Ну, значит, одну миллиарду с миллиарда. Нет, вот я почему-то, но я расцениваю эту ситуацию как некий переход. Понимаете, надо подготовить сначала всех, подумать об этом, обратить внимание. То есть, сейчас там, конечно, это риск. А если следующий год, видите, 75%, все, сразу уже попадаем под большую сумму начисления. Там будет уже 75% от учетной ставки. Поэтому пока вот так они написали, причем они не сразу эту поправку внесли. Сначала это было в редакции с 1 января 2014 года, там не было этой фразы по доходам. А вот уже в редакции мартовской, вот когда поправил 32-й федеральный закон за одним числом, они взяли и писали доходы. То есть, расходы сами по себе контролируйте, но контролируйте и доходы. Но пока я еще раз говорю по контролируемым задолженностям. Поэтому, конечно, сегодня вот очень большого риска пока нет, но если у вас там и суммы-то незначительные в отношении. Так, далее, ну что еще интересное у нас здесь может быть? Сейчас, секундочку. Так, и, кстати, вот еще в рамках таких перспектив, опять же, ну просто за текущий период. Вот, да, есть еще вот ряд, кстати, писем, я вам там и в раздаточный материал включила вот эту информацию, можете посмотреть. Это на предмет того, что много сейчас выпущено писем по командировочным расходам. Да, уже наверняка обратили внимание, то есть, на самом деле мы с вами сейчас просто должны понимать позицию, иногда как-то ее ужесточают, мне кажется, это не совсем правильно. В 749-е постановление правительства внесли поправки о, как бы так, упрощенной процедуре сейчас оформления командировочных расходов. И вы помните, 749-е постановление, оно от 2008 года о порядке оформления командировочных расходов. Поэтому, если мы, как бы, понимаем, какие там расходы нужно учитывать, как оформлять, мы к этому постановлению обращались. И вот там, собственно говоря, было прописано, что выдается командировочное удостоверение сотрудник, который едет в командировку. Сейчас убрали эту фразу, там теперь говорится, что фактический срок, это седьмой пункт, фактический срок нахождения в командировке определяется по документам, по проездным документам, по месту пребывания и так далее. Поэтому, в принципе, вот взяли документы, уехал, приехал, это его срок нахождения в командировке. Дальше возвращается сотрудник, тоже говорит теперь о том, что совершенно не обязательно, ну не то, что не обязательно, там вообще теперь не говорится о том, что он может составлять отчет об исполнении заданий в командировке. То есть, по сути дела, такой сотрудник приходит в командировку, оформляет авансовый отчет, прилагает первичные документы и сдает. И вот на основании этих документов бухгалтер делает вывод о его периоде пребывания в командировке. Как бы вот такие вопросы. дальше еще там есть упрощение такое которое говорит если сотрудник поехал на командировку на своем личном транспорте что сейчас обсуждается то по возвращению с командировки он пишет служебную записку в организацию указывает что я был на личном транспорте в командировке но я думаю предварительно конечно с работодателем надо было согласовать как бы приказе или где-то что ему разрешили воспользоваться потому что нужно будет потом компенсировать а может быть есть другое мнение на отчет но тем не менее он пишет служебную записку говорит что я вот такой-то был командировки с такого-то по такой-то указывает на личном транспорте и к этой служебной записке прилагает первичные документы но для того чтобы определить чтобы он там все-таки было желательно чтобы он путевались запомнил да хотя бы да и дальше приложил там чеки у него есть там расходы какие он подтверждал все это он встает бухгалтерию и этого считается достаточно вот такие моменты и еще просто и вот эти письма все которые сегодня пишут они все это повторяют повторяют разъясняют и что немаловажно еще один акцент вроде бы как бы со мной вот эту ситуацию простилась но важен еще такой акцент дело в том что вот буквально если вы на 749 поставление обратите внимание то там практически в каждом пункте идет и сейчас идет отсылка к трудовому кодексу то есть там говорится что расходы возмещаемые расходы устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством работнику да то есть суточные там проживание проезд устанавливают соответственно законодательства а вот когда мы обращаемся к трудовому кодексу прям непосредственно до туда проваливаемся где написано что такое командировки то там говорится правда такая что устанавливаются вот эти расходы суточные и так далее в соответствии там с положением и локальными актами и так далее и вот эта фраза она поправилась на самом деле может быть не обращали внимание на новое зазвучало на чем это говорит если сейчас у вас возникает вопрос например может ли ваш сотрудник поехал в командировку взять например там какой-то автомобиль в аренду там или какой-то там в найм и использовать его и вы потом эти расходы признаете значит пропишите это в локальном акте то есть очень многие моменты сегодня спорные можно совершенно спокойно установить в локальном акте и трудовой кодекс нам сам туда отправил сказал то что вы напишите в качестве возмещения то и будете у себя учитывать дальше например вот вплоть до того что если какой-то сотрудник вашего ну какого-то высокого там уровня есть командировку и вы например хотите купить ему полностью купе к примеру они одно место к примеру или там в свое не было мест то пожалуйста пишите это в локальном акте и вы ему купите и признаете это в расходах то есть никто не будет теперь копаться и говорить а почему это было одно место например там 4 место не 1 да а почему он поехал взял там такси ездил вот все это сегодня достигается через локальные акты поэтому если мы будем это все прописывать и создадим такой документ то потом приходит налоговая инспекция мы говорим в соответствии с трудовым законодательством вот наш локальный акт вот то что мы возмещаем они это в письмах все равно немножко тоже ссылку делают указывают вот частности например допустим можно это в локальном акте установить а можно решать как угодно каждый раз то есть например если ваш сотрудник например поехал в командировку и ему нужно задержаться он поехал на выходные дни уехал например пятницу а командировка начинается в понедельник и у вас вопросы возникает это в командировку или это в отпуск нужно ли этот билет признавать или нет пожалуйста пишите в локальном акте все бессовершенно простую фразу и об этом пишет тоже медведь что если сотрудник направляется в командировку там раньше срока с разрешения работодателя да но например там приказ выпустил руководителя это уже его разрешение или какую-то записку написал работа для работника руководителя писал где ты есть разрешение то есть и это не влияет на производственный процесс, но не влияет же, все равно бы выходные, значит, поездка по данному билету считается командировкой, все, вот просто вписывайте себе вот эти фразы, и тогда они все встают на места, вот об этом сегодня и пишет Минфин, конечно, некоторые говорят, не все учтешь, а вот если не учтешь, тогда нужно, по сути дела, каждой командировке какие-то записки приложить, да, какие-то разрешения приложить, чтобы это все было вот таким образом установлено, поэтому практически просто с одной стороны убрался документ оборот, а с другой стороны, вот на фоне этих записок, разрешения приказов, он, конечно, может вырасти, но или отдельный документ, на который будет ссылаться или каждый раз к этому приказу прилагать, не к приказу командировки прилагать, вот об этом эти письма. Можно конкретно манимоменты, такси, например, инструкции провожили, такси, туда и обратно, а нет документов на такси, что? А что нам делать, если у нас нет документов, то мы ничего фактически не признаем. Фактически не признаем, а такси дает просто бумажку без печати, признаем? Ну, дело в том, что здесь все зависит от того, в каком городе он получил эту бумажку для печати, что это был за таксист. Без печати, да, без печати. Дело в том, что, я вот просто напомню, что у нас в Московской области, да у нас вообще в регионах применяется единый налог, подмененный доход в рамках перевозок, да, и применяется патентная система. И вот в рамках единого налога, в рамках патентной системы, вот те лица, которые оказывают услуги, они могут не выдавать нам никакие специальные чеки, никакие-то специальные бланки, они могут выдать нам просто квитанции к приходу, ну, просто любую бумажку, в которой укажут. Есть 54-й федеральный закон, это закон о применении контрольно-кассовой техники, и там в этом законе четко сказано, что те, кто применяет ЕНВД и патентную систему, они могут выдавать нам просто бумажку, ну, как бы там написано документ, в котором даны следующие реквизиты. И там фамилия, имя, отчество его, какую услугу он оказал, дальше там его подпись, ну, посмотрите, вот эти реквизиты, там никакой печати нет, потому что, может, ее не будет, да, принимайте. Ну, просто надо своих работников, которые ездят, да, ознакомить, вот сделать какую-то им памятку, ознакомить, потому что там сказано, что вот такие документы выдаются таксистам по требованию. Я сама в командировке езжу, и, в принципе, я уже неоднократно с этим сталкиваюсь. То есть они многие на ряд заказа себе распечатали, вот подбегу же напишут. Хорошо, пускай в ней троп, купил билет, в билете не написано, сколько стоит, как ему оплатить, он пишет 6 евро, а там билете ничего не скажут, что делаем? Ну, опять же, каким образом он наличными деньгами платил? Да, наличными платил, заплатил, да, в билетом. Я понимаю, но я здесь сложно, конечно, говорить об этом, это все-таки такая ситуация. Если мы говорим о документах, которые привезли из-за гран-фомандировок, тут самое главное, конечно, взять их перевести и понять, что это такое. И, конечно, хотя бы приложить какой-то прескурант, может быть, он там и телефон сфотографирует, какой-то прескурант, что-то. То есть если мы с интернетом это скачаем, и у нас нужно? Да, 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 хотя бы как-то обосновать, потому что просто документы без денег. И у вас вопросники есть, что НДС билетов? НДС билетов? Да. Ну, НДС билетов тех, будем так говорить, на территории России, если мы оплачиваем какие-то перевозки в электронном билете, выделенной суммой НДС, то этот НДС, по сути, его принимается к вычету, а в книге покупок регистрируется, сам план, с трудотчетом. Мы ничего искусственным путем не выделяем, да? Ну, это такая уже, да, данная старая практика. Это еще достаточно, если поехал на личном транспорте, у тебя есть неоправленная, ничего неоправленная, можно написать, слушай, на записку, что была компенсация по ВСМ-ке, используемой по личному автотранспорту, отказываюсь от этой компенсации, то это будет являться доказательством, что он был в этой командировке? Будет ли являться доказательством, что он был в командировке? А какие-то еще документы есть в этом отношении? А проживал он где-то там, проживал или нет? А, у Росли. То есть, в Кроссове, в Кроссове, в Кроссове, в Кроссове съездил, да, на своем личном транспорте. Не, а чтобы там у Росли. Ну, я думаю, что, конечно, все равно здесь, вы же в этой ситуации, по сути дела, суточную ему выплатите, да, которые нужны как обоснования. Ну, если даже не нужно командировочное удостоверение или что-то, то я думаю, что хотя бы приказ какой-то должен быть по организации, да, что сотрудник направляет за уволнение хотя бы вот эту ситуацию. Потом, я думаю, что все равно в этой ситуации, наверное, имеет смысл путевой лист сделать все-таки формально, что он ездил, да, направлялся из организации, приехал туда. Да, ну, кто мешает путевой лист, самим себе составит. Ну, за данным компенсацией, ну, можно сказать, что-то, допустим, нарисуем, по-русски уже говорят, путевой лист, подложим его, а он отказывается от этого. Ну, дело в том, что то, что он отказывается от компенсации, это, конечно, его дело, пожалуйста, можно получать, а не получать. Вот, а в данном случае обоснованием, что он, в принципе, ездил, я думаю, что это будет, да. То есть задание, понимание, что он ездил для этой деятельности будет. Так как командировочное удостоверение, его же не запрещают оформлять, если он действительно был на заводе, можно просто приехать на завод, в командировочное удостоверение, поставить штанг. Я и не спорю с этим. Если вы хотите какие-то документы сегодня, если вы хотите какие-то документы ввести сегодня, пожалуйста, ведь никто не запрещает. Вы могли как применять, так и применяете их в организации, да, конечно. Вопрос только о том, что все равно эта ситуация упрощения есть, поэтому каждый принимает так. Там вопросов в экономической целесообразности не будет при отнесении на расходы. Вопрос об экономической целесообразности у нас в законе не стоит, да. То есть мы вообще, налоговые органы, не должны анализировать экономическую целесообразность расходов. Это у нас давняя очень позиция, и если как бы этот вопрос у вас возникает, то обратитесь к определению Конституционного суда 320 ОП. Налоговые органы должны проверять обоснованность этих расходов, то есть их, по сути дела, связь с нашей деятельностью. А то, что касается связи с нашей деятельностью, да, то, что касается, то здесь мы говорим о том, что это приказ, да, о том, что он направляется в эту командировку, то есть здравый смысл должен существовать, что он направляется, и там есть какое-то предприятие или куда-то, приказ написать, куда он направляется, например, там для решения какого-то вопроса. Путевой лист подтвердит, что он, и дальше написано, что он может использовать свой личный транспорт, да, например. А в путевом листе будет стоять, что он ездил именно туда, да, И может быть, например, он напишет записку в бухгалтерию, скажет, что в силу того, что у меня в этом городе проживают родственники, я согласен с тем, что мне не будет выплачена компенсация за проживание. Но в конце концов, есть определенный элемент в этом случае даже и той же целесообразности. То есть экономия деятельности организации, кстати, некоторые руководители вполне разумно подтверждают. То есть какой смысл мне тратить собственные деньги из организации? Нет, может быть, ведь здесь, я понимаю, мы можем сколько угодно сомневаться, но если такие документы будут, пусть нам докажут, что это было не экономически и целесообразно. Поэтому нет, может быть такое. Так, дальше. Ну, собственно говоря, какие? Вот эти вот тоже письма, да, здесь они разные, вы посмотрите в раздаточном материале, я специально их приложила, поэтому просто, чтобы их не перечислять, они такие вот общие массы. Можно, давайте, давайте. Да, мы делаем все, да? Да, я думаю, что да. Письмо приложено о печете разводов на мерчантайзе целях налога. Да, специально приложила, потому что еще раз они об этом... Я очень понимала, и там будет вопрос такой, взаимоотношения поставщиков с сетями, с розницей. Очень часто возникают договоры о возмездных услугах. Вот скажите, пожалуйста, какие возмездные услуги могут просто отнести, как, допустим, объяснение такое, что покупатель приобрел товар, он становится его собственностью, поэтому все затраты по рекламе продвижения товара, они уже идут в пользу покупателя, а не продавца, и поэтому продавец... Ну, как бы здесь на самом деле, да, в общем-то, очень долгое время существовала данная позиция, что действительно, если, например, поставщик дает товары, допустим, какому-то покупателю, этот покупатель уже купил эти товары, и эти товары, допустим, он дальше продает, то если, например, какие-то услуги, связанные с продвижением этого товара, несет поставщик с точки зрения, там, как мы обычно там люди любим, платит за то, что этот товар на первой полке разложили, платит за то, что какая-то компания постоянно контролирует наличие этого товара в каких-то сетевых магазинах, да, вот этот, как бы, такого характера услуга, и в результате, как бы, своевременно предупреждает о том, куда нужно это поставить и так далее, устраивает при этом какие-то, допустим, промоакции, связанные с продажей этого товара в тех или иных сетевых магазинах, то вот эта ситуация чаще всего ранее, но я еще раз скажу, ранее налоговиками все-таки рассматривалось как необоснованный расход для поставщика. А ранее тогда? Ну, я думаю, что это где-то 9-10, может быть, вот эти периоды времени, что якобы этот расход не является обоснованным для поставщика, поскольку ему же эти товары не принадлежат, а он рекламирует чужие товары. Но, вот, собственно говоря, вот это письмо, оно является пониманием уже к тому, что, в принципе, такая позиция же изменилась сейчас. И налоговые органы понимают прекрасно, что если поставщик тем самым рекламирует эти товары и, например, оплачивает за то, что эти товары размещаются на первых полках, оплачивают за то, что постоянно контролируется количество этих товаров, и вот те или иные магазины, они снова поставляются и так далее, то тем самым увеличивается продажа у самого поставщика, который имеет прямые договоренности с этими магазинами. На самом деле, вот это письмо и этому пример. Другой вопрос, что в этой ситуации возникает такая спор, налоговая упорно стоит на том, что вот эти услуги, которые связаны с продвижением нашего товара, но купленного уже другими, налоговая стоит на позиции, что это рекламные услуги, и они говорят, это реклама, то есть вы любой ценой рекламируете, чтобы ваши товары продвигались. А вот суды, я специально это письмо почему и дала, что снова позиция такая налоговиков, они повторяют. А суды в этой ситуации говорят, чаще всего такие услуги нельзя вести к рекламе, потому что они говорят, реклама это то, что мы продвигаем в рамках наших товаров, то, что мы продаем. А вот эти услуги нельзя признать необоснованными, они тоже нужны такому поставщику. Почему? Да потому что с помощью этих услуг, с помощью оплат, допустим, продвижения товара, с помощью вот таких компаний, такая организация продает больше товара, это значит, она увеличивает свой доход. А 25-я глава налогового кодекса, она расходы не ограничила, она сказала, любые расходы, которые направлены на получение дохода и служат привлечению дополнительного дохода, учитываются для цели налогообложения. Поэтому суды такие услуги чаще всего говорят, это просто расход обоснованный, да, а вот налоговые органы трактуют это как реклама, а как реклама возникает уже риск, да, 1% от выручки. Поэтому если у вас этот расход большой, то получается, нужно, наверное, у нас. Вот это вот основная проблема, которая сейчас есть. Поэтому, если вы согласны с этим письмом, нормируйте и признавайте. А если вы не согласны с этим письмом, тогда только в суд, потому что суды именно так отходят. Тогда вот такой вопрос. 1% от выручки при сделке с этим контрагентом? Нет, со всей выручки. Со всей, да? То есть, допустим, вы берете все свои услуги, которые у вас прислали? Если мы там, допустим, за квартал, ну, утрированно возьмем 10 миллионов выручка, да, а вот сюда я, допустим, там заплатила, ну, не пускай там большой договор, так далее, ну, пускай 1500-600, то, в принципе, у меня, это, я беру общий свой объем. Да, вы берете общий свой объем, и более того, этот объем у вас движется. Если вы такую услугу оплатили в первом квартале, по 1% от доходов вы пронормировали, часть уже в первом квартале. Второй квартал у вас выручка еще увеличилась, вы берете 1% и нормируете этот расход. Может быть, он у вас еще и во второй квартал частично попадет, да? То есть, а может быть, вы за счет, за два квартала все учтете. То есть, последнее нормирование у вас идет годовое, то есть, вы складываете все свои расходы, которые у вас, по сути дела, подают под нормирование, берете процент 1% от доходов от реализации, и вот весь этот расход можете учитеть за год. То есть, он у вас на растающем итогу может еще и расползтись. Тогда какой вопрос? Допустим, если услуга, как информация, радиоинформация, объявления по залу и так далее, это тоже считается как рекламное? Ну, в данном случае, опять же, что это такое? Это выставка, она в процессе выставки идет или где это? Нет, это в процессе, когда идет сам торговый процесс, там, вот, работает в магазинах. А, то есть, это реклама, ну, так это реклама, наверное, через средства массовой информации, она не нормируется. А это считается средством массовой информации, если только в сетях, ну, нет. То есть, в сетевых магазинах, например, внутри, да? Ну, по сути дела, здесь навряд ли эта ситуация, да, потому что это должно быть официальный источник средств массовой информации, радио, телевидение и так далее. А радио, телевидение, все понятно. А если вот строго по сетям такое? Да, если строго просто в самом магазине, да, где-то там объявляют, 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 в разных, да? Нет, у нас парень. Вот, я думаю, что да, нет, здесь вряд ли. То есть, это будет как бы считаться рекламой все равно, потому что никуда не денешься, но с точки зрения средств массовой информации нет. Они же у нас, эти средства имеют аккредитацию, то есть, это должны быть официальные, как бы, те организации, которые занимаются этим, поэтому... То есть, использование радиоинфицированных вот этих вот торговых... Просто в узких каких-то там торговых центрах и так далее, да, я думаю, что это будет являться как бы спорным моментом. То есть, это вы нормируете лучше. Так, 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 так. А мы еще, Татьяна, извините, уже до конца дали. И вот тогда в этих договорах о возмездных услугах, даже если написано, что выкладка товара или что-то, я признаю как рекламный и нормирую. Вот если вы признаете как рекламный и нормируете, то да, это не проблема уже будет. То есть, налоговая с этим согласится абсолютно. Вопрос в том, что кто-то не хочет соглашаться и тогда спорит. А так нормально, это реклама, да. Это реклама. Так, ну, следующий вопрос. Ну, вот вы посмотрели эти вопросы, посмотрите, еще, может быть, какие-то там письма у вас вызовут, сомнения или что-то, да. Поэтому, в общем-то, я приложила тут и по аморционным, смотрю, что еще интересного сказать с точки зрения 25-й главы. Вроде как бы. Так, ну, давайте потом еще какие-то вопросы. Давайте по налогу на добавленную стоимость поговорим, да. Потому что у нас стоит, если оно, немножечко пока не считается. Итак, налог на добавленную стоимость. У меня покупатель, значит, получает премию за выполнение условий договора, да, за отдел выборами. И в премии, когда составляли, в одном месте он как дистрибьютор, в другом как покупатель. Нужно особый дополнительный договор о том, что ему функция дистрибьютора передавится? Или это просто как техническая ошибка сильно взорвался? Нет, ну а что вы имеете в виду в данном случае? Он один раз как дистрибьютор, а другой раз как покупатель. Это нигде нет соглашения о дистрибьюции. А пришли вот документы на премию, там его называют дистрибьютором везде. Нет, но он все равно же является у вас в данном случае покупателем только на привилегированных условиях. Ну, он не может дополнительной стоимость. Да нет, абсолютно. Логика та же самая, конечно, показница-то какая-то, только понимание для этого. Так, теперь по налогу на добавленную стоимость, да, что у нас в этом отношении возникает? Ну, во-первых, сдали первую налоговую декларацию. Я напомню, да, основные такие моменты, которые у нас с вами есть. Вот кто-то, может быть, как бы не вникал в эту ситуацию изначально. Значит, у нас с вами действительно произошли такие серьезные изменения в рамках администрирования налога на добавленную стоимость. Значит, с 1 января 2015 года у нас произошло с вами разделение, в каком плане. Значит, и это прописано как раз вот в 169-й статье налогового кодекса, что те организации, которые исполняют обычные свои обязанности, реализуют товары, работы, услуги, то есть в рамках общего режима налогообложения, да, реализуют товары, работы, услуги, и у них, естественно, возникают объекты налогообложения, связанные с реализацией, то они свои документы, счета фактуры, на основании которых у них исчисляется НДС и принимается к вычету, оформляют в книгах покупок и продаж. То есть регистрируют счета фактуры в книге покупок, передают полученную и отражают ее к вычету. Дальше передают такую счет фактуру, отражают ее в книге продаж. То есть не в принципе, а в общем им не нужно ввести журналы полученных, выданных счетов фактур. То есть в 2015 году дублирование этих документов не производится. В то же время есть определенные категории организации, которым нужно ввести журналы полученных, выданных счетов фактур. И вот под эту категорию у нас попадают сейчас посредники, то есть, например, комиссионером является организация или агентом. То есть комиссионером, например, мы через нее что-то продаем, да, и ей нужно отражать, мы счета фактуры ей даем на стоимость реализуемых ей товаров. Она отражает эту счет фактуру на себя, например, у себя в журнале полученных счетов фактур. Дальше, когда она эту счет фактуру переписывает и отдает непосредственно покупателю этих товаров, потому что по отношению к покупателю она выступает как продавец, я имею в виду комиссионера, она оформляет их в журнале выданных счетов фактур. Если данная организация находится на общем режиме, то она на свое вознаграждение выписывает счет фактуру, и тут у нее возникает необходимость составить ее и отразить еще и в книге продаж, у нее уже получается комбинация этих документов. Вот таким образом она ведет свой учет. Ситуация с агентами аналогичная. Дальше, ситуация с застройщиками аналогичная. То есть здесь выделяется та категория застройщиков, которые строят объекты на средства дольщиков инвесторов. То есть получили целевые средства, разместили их, например, у подрядчиков, а дальше начинают строить этот объект. Когда подрядчики нам передают счета фактуры на выполненный объем работ, то такой застройщик, поскольку это не будет являться объемом работ, который ему преднадлежит, значит он отражает это в журнале полученных счетов фактуры. Дальше, если он потом, когда уже этот объект построил, может быть он уже какой-то период его строил, дальше он объект построил, распределил эти объемы работ между всеми дольщиками, инвесторами, он выписывает на них счета фактуры и отражает их в журнале выданных счетов фактур. То есть, по сути дела, эти комбинации могут приходиться на разные периоды, в одном квартале полученные, в другом году выданные. То есть это все может быть по-разному. Вот такая категория. И еще одна категория – это экспедиторы. То есть вот эти организации, которые на себя возлагают обязанность выполнять транспортно-экспедиционные услуги. То есть именно те организации, которые для выполнения этих услуг нанимают третьи лица. И выступают здесь как бы посредником, но, естественно, не являясь таковым по сути закона, но тем не менее. И вот такие транспортно-экспедиционные компании поступают каким образом? Тоже, например, разместили заказ у третьих лиц, перевозчиков. Перевозчик выполнил свою перевозку, услугу, передал транспортно-экспедиционной компании. Транспортно-экспедиционная компания понимает, что это не ее объем работы, она будет его передавать на возмещение своему заказчику. Она отражает в журнале полученных счетов фактур. Дальше переписывает и передает в журнал выданных счетов фактур. Своё вознаграждение, если она на общем режиме, она отражает в счет фактуре и отражает в книге продаж. Итак, вот эта комбинация вот таким образом у нас начинается с 2015 года. Если раньше мы не задумывались, все отражали в журнале полученных выданных, то сейчас вот это комбинируем. Дальше. И еще это вторая комбинация. И третья комбинация начинает возникать. Если вдруг вот эта организация, которая на себя возложила обязанность посредника, например, или застройщика, или экспедитора, она не применяет общий режим налогообложения. Например, она на упрощенной системе налогообложения. То есть она не налогоплательщик. Вот в этой ситуации ей придется, по сути дела, все равно ввести журналы полученных выданных счетов фактур. Надо сказать, что эти документы она должна ввести была еще и в прошлом году. В 2014 году на нее возлагалась такая обязанность. Но вся проблема только в том, что в прошлом году возлагалась, но никакого критерия требования о предоставлении не было. А вот в текущем году, если эта организация оформляет журналы полученных выданных счетов фактур, но при этом сама на упрощенной системе налогообложения со своего вознаграждения не исчисляет НДС, никого не выставляет и не платит, то есть у нее нет книги продаж, то такая организация ведет только журналы полученных выданных счетов фактур. То есть получается у нее вот как бы вот этот блок. И тогда возникает в зависимости от этого комбинация сдачи деклараций. Те организации, которые применяют общий режим налогообложения, у них вот эта информация из книги покупок, из книги продаж размещается в 8-9 разделе налоговой декларации. Появился новый раздел, целая группа новых разделов, 8-9 раздел. И вот эти счета фактуры перемещаются в этот 8-9 раздел, эта информация уходит в налоговый орган, и налоговый орган эту красоту всю видит, наши счета фактуры. Дальше, если организация на общем режиме налогообложения, но она выполняет вот эти функции посредника, застройщика, экспедитора, то у нее получается вот свои счета фактуры, которые она отразила в книге покупок или в книге продаж, у нее переместятся до 8-9 раздел. А вот эти посреднические все счета фактуры, которые идут как справочная информация, и на основании них она ничего для себя не начинает, они будут отражаться у нее в 10-11 разделе. То есть в налоговой декларации есть еще и 10-11 раздел, куда тоже перемещаются счета фактуры вот в рамках этого посреднического раздела. Но отсюда и комбинация. Если нет посреднической деятельности, нет 10-11 раздела. Есть, появляются, да? Ну а те организации или индивидуальные предприниматели, которые на специальных налоговых режимах, и они не оплачивают со своего вознаграждения ДЭС, но ведут в рамках своей посреднической деятельности или экспедиторы, или застройщики вот эти журналы полученных выданных счетов фактур, они эти журналы полученных выданных счетов фактур передают в налоговую инспекцию по электронной базе данных. Вот, кстати, письмо вышло тут хорошее для разъяснения. То есть специально указан портал, по которому они передают вот эту информацию. Но передают уже по другому сроку. Если все декларации у нас теперь сдаются не позднее 25-го числа, месяца следующего за кварталом, то отдельные журналы полученных выданных счетов фактур нужно в налоговую инспекцию сдать не позднее 20-го числа, то есть 20-е число. Поэтому все, у кого возникает или посредническая деятельность, или общая деятельность, сегодня должны обязательно в этом электронном формате взаимодействовать с налоговыми органами. Вот это наша общая схема, которая у нас здесь прописана как бы в рамках нашей деятельности. Ну вот, собственно говоря, вот это 25-е число теперь появилось как обновление новое и так далее. Так, поэтому вот в этом отношении тоже хочется на письма ссылаться. Да, ну, собственно говоря, вот о комбинации вот этих оформлений, счетов фактур, вернее, вот этих форматов книг покупок, продаж. Вот я специально тоже сейчас уже вот обновила, посмотрела. Есть такое письмо. Написали его, правда, в апреле 2015-го года. Это вот порядок оформления этих журналов полученных, выставленных, что фактур комбинации, о которой мы говорим. Дана в письме Минфинной Федеральной налоговой службы 8 апреля 2015-го года. 8 апреля 2015-го года. Номер письма Григорий Дмитрий ГД-4-3-3-58-80. ГД-4-3-58-80. Поэтому можно как бы воспользоваться еще раз, но, в принципе, информация вот такого характера. Далее. Есть, опять же, еще одно письмо, но кто-то, может быть, с этим письмом работает, кто-то не работает. Ну, по пути, да, следование, в общем, напомню. Информация такая была еще и в прошлом году. Значит, вот, по крайней мере, еще в прошлом году, в 2014-м году, у нас была внесена поправка, вы ее прекрасно помните, которая говорит о том, что по соглашению сторон организация может счета фактуры не выставлять. То есть, имеется в виду, если вашему контрагенту счет фактуры не нужна, например, там, он на упрощенной системе налогообложения или он освобожден от уплаты налога на добавленную стоимость, вы же все равно в этом случае исчисляете НДС, да? А ему, собственно говоря, счет фактуры, в общем, ничего не дает, он все равно расход для себя учтет. То в этом отношении вы делаете дом соглашения и ему такую счет фактуры не выписываете лишний раз, там бумагу не тратите. Но тогда возникает вопрос, а что же в этой ситуации вы отражаете в книге продаж? И вот на этот счет Минфин с ФНС разъясняли, можете отразить первичный документ. Например, вы выписали накладной, накладной отразили как первичный документ, да? А дальше они разъясняют, а если в этом отношении, по отношению вот к таким контрагентам вдруг возникнет какое-либо изменение товара, например, изменение стоимости товара, и вот когда приходится вот эту базу корректировать для налога на добавленную стоимость, то, по сути дела, как они говорят сейчас, вместо корректировочной счет фактуры, которую мы правила в этой ситуации нарисовать, мы можем также скорректировать этот первичный документ и его скорректированный также отразить в книге покупок или продаж в зависимости от того, какая корректировка идет. То есть можно работать вот с этим просто обычным первичным документом и на основании корректировки первичного документа использовать. Не хотите первичный документ сделать счет фактуру, все равно мы не выдаем ее. То есть это не будет являться ошибкой отражения такого документа в общем-то в книге покупок или в книге продаж. Вот письмо Минфина 27 февраля 2015 года 27 февраля 2015 год номер письма г.д. григорий дмитрий-4-3 дробь 3098 3098 то есть не возражает против применения таких первичных документов дальше вы прекрасно помните что наверное самое большое достижение нашего налогового кодекса это то что в 172 статье появился такой подпункт 1.1 с 2015 года в 172 статье который нам теперь говорит о том что налогоплательщик имеет право принять налоговые вычеты не позднее трех лет с того момента когда были приняты на учет товаро-работа услуги более того такое же право на вычеты мы имеем право принимать не позднее трех лет в случае если мы везли товарно-материальные ценности на территории российской федерации то есть эта ситуация с импортом да то есть именно в рамках импорта та же самая норма поэтому с 2015 года не нужно ни с кем спорить не нужно чего никого доказывать и если вы как организация имеете счет фактуру например которая могла ну кстати в прошлых годах та же была ситуация спорилась она не было фразы этой четко прописано в налоговом кодексе поэтому если вы например сейчас 2015 году отражаете счета фактуры за 14 12 за 14 13 12 года то вы имеете на это полное право более того счета фактуры которые вы получили в 2015 году вы также можете переносить на последующие три года и это не является нарушением более того если вы например сделали таможенное оформление своего товара получили таможенную декларацию и в этой таможенной декларации сумма очень большая то вы можете тоже не сразу принять этот вычет подать таможенной декларации вы можете перенести на следующий квартал и так далее три года вы можете эту ситуацию для себя растягивать такая же ситуация может быть в рамках договора о евразийском экономическом союзе если вы по заявлению платили налог на добавленную стоимость то то же самое это и есть та сумма инвес которая уплачена по ввозимым товарам на территории российской федерации вы можете также это заявление сразу принять к вычету а и в другом периоде то есть вам дано право как бы вот манипулировать своим налогом на добавленную стоимость это как бы одна ситуация то есть вы в этом случае книги покупок каждый раз указываете тот же номер документа но при этом указываете ту сумму которая вам нужна тем что это первая как бы до ситуации теперь по поводу того что можно ли разбивать конечно и эту ситуацию благо сегодня медвен с ней согласился то есть медвен выпустил письмо в котором он сказал вы мало того что может переносить вы можете еще например частями учитывать по вашим документам то есть получили счет фактуру например на товары и она у вас большая вы можете в одном квартале часть признать во втором квартале в третьем и можете эту ситуацию для себя делить то есть каждом периоде отражаете номер дату все реквизиты те а сумму отражайте ту который как бы остается у вас от этого документа то есть это подтверждает то что на самом деле в рамках Программного продукта эти суммы суммируются, то есть они находят свою счет-фактуру и суммируются, поэтому практически вот эта проверка, она тоже идет. Такое письмо тоже было выпущено письмом Минфином. До этого периода они ни разу не давали такую положительную оценку, почему, не почему, а как бы ни разу не соглашались с этой нормой, хотя и в прошлые годы, я помню, тогда говорила, я все время следила, по крайней мере в Московском округе было 10 судебных решений, все положительные, все говорили, можно частями, а налоговая приходила порой. Не соглашалась с этим. Теперь все можно. Вот письмо о том, что можно частями, это письмо от 18 марта, то есть не позднее трех лет, и при этом можно частями. Это письмо от 18 мая 2015 года Минфина. Май, да, 18 мая 2015 год. Номер письма 03-07-буковки РЗ-28263. Но в то же время обратите внимание, пожалуйста, что по авансовым платежам все равно надо быть осторожнее. Может быть и не будут налоговики сейчас внимание на это обращать, да, мы не знаем это. Но если формально говорить, то если вы получили счет фактуру или выписали сами счет фактуру на авансовый платеж, то, конечно, эту счет фактуру будет, что нужно взять в том периоде, в котором продукция одружена, или авансовый платеж возвращен. А если вы затянете с этим авансом? Если вы затянете с этим авансом, да, вот, не в том периоде возьмете это, будет трактоваться как ошибка. А если с письмом мы его прислали, вот что-то? Ну, это я говорю о том, который вы сами выписали. А вот если, например, вы получили счет фактуру от своего контрагента, который на самом деле, как бы он вам прислал на перечисленный аванс, то тут, конечно, любым письмом, датой получения вы прикрыться можете. Можете. Потому что в любом случае вы должны принять эту сумму к вычету тогда, когда вы счет фактуру получили. А счет фактуру вы можете получить и в более позднее. Это понятно. Дальше, еще один момент уже обращу внимание, вот в этой же 172 статье, в этом пункте 1.1, есть и вторая фраза, которая там написана, которая говорит нам о том, что мы на самом деле можем принимать НДС к вычету по тем счетам фактурам, которые получены после налогового периода. Например, но самое главное, чтобы эти счета фактуры относились к данному налоговому периоду. А счета фактуры мы должны в этом случае получить до срока оформления декларации. То есть, например, допустим, вам отгрузили товары 31 марта, счет фактуры вы дали 4 апреля, вы получаете эту счет фактуру, например, до 25 апреля до срока сдачи декларации, несмотря на то, что она датирована 4 апреля, вы смело ее включаете в первый квартал и учитываете для вычета в первом квартале. Можете, а можете и в втором квартале, а можете и в третьем. То есть, по сути дела, счета фактуры принимаются в налоговый период именно относительно самого налогового периода, к которому они относятся. Поэтому, на самом деле, если, например, в рамках электронной базы, электронного обмена счетами фактурами вы получили дату более позднюю, чем, например, 31 марта, или счет фактура датирована, например, 30 марта месяца, но по операциям, которые относятся к первому кварталу, то вот в этом отношении сегодня налоговый кодекс тоже эту фразу прописал. Вы имеете право принять это на ДСК в том квартале, к которому относятся данный счет фактура, то есть в каком периоде вы приняли на учет эти товары. Тоже такая фраза есть. То есть, получается, вот вокруг мы немножечко можем с вами ходить, и это уже не является каким-то риском. И самое главное, обратите внимание, специально никакого регистрационного документа сегодня не создано. То есть, ваш теперь документ – это только книга покупок и книга продаж. То есть, специально где-то регистрировать – это только ваше внутреннее дело. Хотите по-прежнему регистрировать – пожалуйста. А так, в принципе, специального требования такого нет. Ни налоговая не может вам предъявить, сказать, а где это вы зарегистрировали, а где это вы получили. И это ваше право, которое вы применяете, которое не нужно закреплять ни в учетной политике, ни где. Пользуйтесь им так, как вам нужно это. Хочу – беру, хочу – не беру. Так поступаю, как каждый раз. Вот это ситуация. Нам прерваться надо, да? Ну, давайте прервемся. Так.